Приветствую наших выпускников, которые сегодня пришли, кто смог найти время. Мы сегодня рады вас всех видеть. У нас три вопроса к вам, которые мы хотели задать. Мы еще ищем несколько учеников, и нам обязательно нужно сейчас, возможно, объяснить этим ученикам нашим те вопросы, которые у них могут возникнуть. Это элементарный вопрос, просто жизнь после школы. Первый вопрос. Что вам дали знания, полученные в школе? С Андреем начнем. Ну, что они дали? Ну, во-первых, давайте я немножко чуть-чуть вернусь назад и потом продолжу, скажу, что дали мне эти знания. Я вообще, когда пришел в эту школу, я уже работал, скажем так, с подсознанием, с проработками блоков. У меня еще различные раньше были техники. Но когда я эту школу закончил, я думал, все, уже это максимальный уровень. Это высшее, наверное, знание, которое я мог получить, потому что лучше я уже ничего действительно не мог найти. Это уже... То есть я мог и людей, и блоки подсознания прорабатывать, и уже и людей, и сущности чистить. То есть полностью, скажем так, восстанавливать человека. Думал, это супер знание, которое я получил. Ну, это немало. Это немало. И для меня это уже все. Ну, думаю, еще нормально отучусь. Более-менее, чтобы хорошо чистить людей, все техники изучу конкретно, и буду уже вообще в своей тарелке находиться, потому что мне помогают люди, и мне это нравится. Но я немножко ошибся в том плане то, что эти знания, они сейчас не заканчиваются вообще. Это поток постоянных знаний абсолютно новые, новые, новые. То есть ты вроде бы до какой-то ступени дошел, уже все понимаешь, знаешь, знаешь, знаешь. Вторая, следующая, точнее, ступень. Дальше и дальше. И вот это вот знание не только ты начинаешь какие-то получать, да, там, духовные или еще какие-то, но и ты знания о своей душе получаешь. А своей... Глубина, да. Еще получаешь с какой-то цивилизацией. Как работают другие цивилизации. То есть тут знание, оно просто не прекращается. Поток знаний все идет, идет, идет. И я даже удивляюсь, что как это так все быстро происходит, даже некоторые сомнения появляются. А сейчас информация пришла, неправдиво, неправдиво. И потом со временем выясняется, что меня просто как ведут по какому-то определенному пути. И когда эти знания закончатся, я не знаю, это, наверное, бесконечный какой-то вот сейчас уже путь. И это все сверху дается, дается, дается и развивается. То есть там начинали с каких-то обычных команд, да, сейчас там дали сканер. Сканер потом, оказывается, можно там улучшать. Можно также блоки из подсознания вытаскивать. Потом еще какие... Боже, сканер там перепрограммировать, может лечить людей. То есть и это все знания. И все дело в том, что пока ты не получишь какие-то определенные знания, сканер, например, нельзя там, да, улучшить. Безусловно. Ну и даже там вот мы событийные, да, там магию на события могут сущности делать. Мы раньше этого... Я это знал, но не применяли. А потом, когда я уже начал больше понимать, как это работает, как они на события, именно не на поле, не в чакрах там сидят, да, а именно на события магию применяют, когда они блокируют жизненные пути. Когда я эти знания получил, мне... Нам дали уже апдейт новый, что и уже и магию эту может находить. То есть по определенному пути, когда идешь, ты повышаешь свои знания. Так что, если так просто ответить, какие мне школа дала знания, это даже, может, не знание дало, а открытие к новым знаниям. Это постоянно будет идти и продолжаться, я думаю. Благодарим, Андрей. Чем больше я обучаюсь этим, я скажу так, по мере готовности открывается новая страница. Если эти знания тебе, скажем, год назад, к примеру, или полгода назад, они ничего бы не дали на ту ступень развития, ты не мог бы их применить. Сейчас ты чистишь людей, сейчас ты вытаскиваешь все, что мы вытаскиваем, соответственно, приносишь пользу, и все это открывается по мере твоей готовности, по мере готовности пары, точно так же и твоего партнера. Да, но мы все, которые действительно развиваемся вместе какие-то, и постоянно, постоянно вот это вот... То есть это не то, что школу мы закончили, и все, какие-то одни знания получили, и больше, ну, как бы уже там надо идти дальше какие-то знания. Нет, тут уже начинается такое действительно, что кураторы твои, да, приходят, то есть еще какая-то откуда-то информация, межгалактическая полиция, военные там приходят, еще что-то рассказывают, и этот поток знаний, он уже даже и школы, в принципе, уже никакие не нужны, если только какую-то информацию так почитать для себя и понять. Хотя бы смысл, а потом уже от этого смысла уже отталкиваться дальше какую-то информацию получать. То есть тут нету конечной точки, то, что мы тут какую-то в школе именно определенные знания получили. Мы открыли дверь... Потому что у тебя есть инструмент. Да, потому... Мы даем удочку, а не рыбку. Вот именно. И этот поток знаний дальше будет продолжаться и продолжаться. То есть нету каких-то определенных знаний. Тут как-то двери в знания открываются. Ну и ты еще открыт этим знанием, это тоже нужно учитывать. На самом деле очень важно знать, что ты развиваешься в правильном направлении, потому что тогда это принесет реальный прогресс. Все, что не в правильном направлении, мы приписываем опыт. Ну вот получил такой опыт, нашел правильное решение. Потратил время, но нашел выход и так далее. Вы, во всяком случае, находитесь именно в правильном туннеле, я сказал бы, куда вы идете. И, соответственно, все у вас развивается гармонично. Ну я даже вот пример могу привести про свою душу, да, вот откуда я. Я, например, с планеты Арктура, да. И когда я узнал, что моя вообще тонкая копия, она как изобретатель, да, то есть он какие-то там проекты, какие-то изобретения делает, то есть, и когда он мне даже начал там показывать, хотя бы рассказывать какие-то моменты, я даже офигел, насколько, насколько много всяких вещей он там придумывает, делает. И некоторые даже, я уже начинаю у него просить. Ну вот, скажем, он мне вот посоветовал, можно создать такую даже комнату для... Ты говоришь сейчас о своей тонкой копии. Да, я сейчас говорю о своей тонкой копии. Чтобы просто другие понимали, у человека существует физическое, физический пиоробот, и существует тонкая копия, состоящая из основных семи цветов и семи полей. Соответственно, мы можем общаться со своей тонкой копией, она имеет свою интеллигенцию, у нее есть своя миссия, которую она исполняет, и общение со своей тонкой копией, это о чем идет сейчас речь. Да, ну это просто, уже когда все привыкаешь к этому, тонкие копии, там когда начинаешь спрашивать в нем, что-то отвечает, что-то не отвечает, что-то рассказывает. Техника знает. Или прикалывается, там еще и смеется над собой какие-то вещи, какие-то все эти тонкосты, он же знает больше, то есть подкалывает очень... Ой, у меня это тонкая копия, меня так подкалывает очень круто просто. Я даже сам, бывает, меня странство аж выкидывает от смеха, то есть когда он меня может подколоть. Но и вот даже он сейчас... Тоже самое о своей сказать. Вот. Вот. Он сейчас даже проектирует такую комнату интересную, то есть она будет потом работать в матрице Земли, то есть вот мы человека, да, вот спускаемся в матрицу Земли, и потом выходит из биоробота, да, тонкая копия человека, и мы поднимаем вверх. А биоробот остается внизу. И вот он сейчас проектирует такую комнату, чтобы он там это, чтобы биоробот может там еще лечить, эта комната могла лечить. У него там свои такие задумки интересные, этот самый, у него там все рассказывал. Вот. И вот он там делает. И сейчас тоже такой сейчас объект создает, то есть я начал когда вот думать, что мы постоянно там жену мою, маму чистим, Викторию детей чистим, то есть постоянно эти сущности, они тоже начинают как-то влиять, пытаются, да, то есть с разных сторон. И была у меня такая, просто пришла идея, что создать такой объект, который будет немножко к защите поддерживать, ну, даже детей, там, жены моей, матери, чтобы немножко защищать их сущности. Я когда начал обращаться к своей цивилизации, там, через, ну, через своего куратора, то она сказала, что да, можем такое сделать, можем такое создать, но там целая система и безопасности, и различных технологий, и засекречивания. Сейчас они этот проект остановили пока, что там какое-то еще что-то на земле меняется, и тоже какую-то систему безопасности там придумывают. И сейчас пока не остановили, но вот в будущем сказали, что сделать такой объект, который будет немножко помогать защиты, как держать наших родственников, чтобы сущности не так сильно нападали. Ну, это тоже вот возможно такое. То есть, ну, это вот легкие примеры, это из большинства, то есть, почему и дорого начали на меня чаще нападать, потому что вот эти все, которые вещи переношу на физический план, да, то есть в знаниях, которые вот делюсь, да, с людьми, даже с нашими коллегами общаюсь, то там, там это просто, ну, уже начали уже, не то, что там на чистоту заходят, а начали конкретно нападать, пытаются меня как-то вывести, но ничего у них не получается. То есть, опять же, они даже, сущности эти, как учителя, они тебе показывают слабые стороны, ты их постоянно улучшаешь, и ты сам улучшаешься. То есть, опять же, и физически, и не физически даже. Это то, что Влад называл опытом, что мы учимся, да, на своих же ошибках. И духовно растем, и, то есть, энергетически растем, и поднимаются, поднимаются. Ну, и они учатся отлично на своих ошибках и находят какие-то решения. Этот процесс непрекращаемый. Мы придумали, они придумали. Мы придумали, они придумали. И так будет продолжаться постоянно. Меньше будет нападений, но мы от них не исключены, потому что, вы же понимаете, те волны, которые мы запускаем в матрице, они довольно сильные. Их чувствуют на энергетическом плане не только души людей, но чувствуют и сущности. И для них совсем не надо, чтобы человек просыпался. И земля чувствует. Земля, безусловно, вы должны работать обязательно с землей. И мы общались с землей, она живой тоже организм. И она даже видит, что мы вот эти люди, вот как светлячки. Мы помогаем ей даже своей энергией. И она очень рада, что мы начинаем просыпаться. То есть, мы тоже даже задавали ей вопросы, общались мы с ней. То есть, она тоже очень довольна, что... И она всех, ну, она даже знает, от кого хорошая энергетика или там, у кого плохая. То есть, она это все чувствует. Смотри, сколько знаний ты получил за последний год? Год уже? Меньше года, меньше года. Меньше года, да. Снимал блог, я сейчас полчаса, часами можешь рассказывать о своей работе. Это приятно слушать. Действительно, это... Мы все понимаем. Ладно, действительно, я задерживаю. Не, ну, если есть рассказать, безусловно. Просто ты правильно сказал, что здесь поле открывается для развития очень большое. В всяком случае, когда направление выбрано правильно, и мы действительно не просто Влад и Вера, у нас есть школа, у нас есть куратор, у нас есть Арго, город Архангелов, который нам подает эти энергии, которыми вы работаете каждый день, которые выставляете как защиты, как лечебные энергии. Вы являетесь проводниками этой энергии. То есть, я думаю, этого вполне достаточно, чтобы сказать, что меньше года прошли плодотворно. Переходим. Хорошо, ребят, благодарю. Идем дальше. Марина, Павел. Привет. Привет. Еще раз. Здравствуйте. Давай. Что нам дали знания в этой школе, на самом деле, они задали нам очень ощутимый и светлый вектор, который мы, по большому счету, освоив, освоив эти знания, получив, попытались их реализовать в навыке и нести в свет, нести в людям, которые, ну, по крайней мере, с нашим окружением, потом приходят к нам. Ну, поменялось вообще кардинально вообще все после того, как у нас произошла чистка изначально, потом ваши пришли. Да, давай вернемся к этому. Вы сами пришли к нам сначала как клиенты, и была на то причина. Да, да, да. Была на то причина. Серьезная причина. Но когда произошла чистка, кардинально поменялось вообще все. Я бы не сказал, не сказал бы, что прям вот что-то как-то где-то, а я скажу про себя и про то, что у нас внутри все поменялось в отношении мировоззрения. То есть раньше то, что было одно, для меня ценно, оно не стало столь важным на самом деле. Не эти ценности. Да, то есть больше раньше, как Белга в колесе крутился, пытался что-то, что-то где-то как успеть там вдруг. А чувства удовлетворения нет? Нет, не было, да. Счастья и радости постоянно находиться в этом потоке. Сейчас, когда вот именно прошла весь этот алгоритм, чистка, кураторы, обучение, вот эти знания, они на самом деле не то, чтобы открыли вот эти вот шоры, убрали. То есть кругозор настолько стал великий, и ты еще даже в жизни это применимо так, что тебе идет поток, и ты знаешь даже, что человек не то, что скажет тебе через минуту, а ты даже считываешь, что он думает. Как в том анекдоте. Здравствуйте, до свидания. Да, то есть это применимо в жизни настолько, казалось бы, как это только, неужели ты думал только в кино это происходит? Ну это классно. Но когда ты начинаешь это реально ощущать на себе, ты это считываешь, и это происходит, происходит несколько часов, происходит несколько дней, ты это увидел. Это когда открыты потоки, у нас знаете, как происходит, даже мы просто проверяем, в магазин пошли, в супермаркет, а, так, на какую же сумму налейте продукты, и я выдаю сумму, и на выходе это сумма, и на выходе это сумма, и так и получается. Ребят, вам лотерею надо покупать. Не надо лотереи, на лотереи джины приходится. Все правильно, лучше на чеки пробивай. Это просто поток, поток, вот этот поток, и ты его считываешь, вот эта информация. У вас еще двое рядом, у вас еще сильнее поле, конечно, мы объединены одной идеей. Вы оба ангельские души, и, соответственно, вы можете друг другу энергию передавать. Я могу Вере передавать, она мне может передавать, точно так и вы можете. Вы можете ее объединять, вы можете сделать канал из своей энергии, сконцентрироваться, и тогда это все удваивается во много раз. То есть, соответственно, вариантов экспериментируйте, работайте со своими энергиями. Вы когда закончили у нас? Меньше года? Последний поток. Март месяц. Март месяц, ну да, конечно, да. Молодцы, ребята. Сейчас у вас уже своя технология есть, вы работаете с блоками людей, это самое важное, это самое главное начало. Вы работаете с физическим телом, да, сначала? Да, 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 да. Ну, сначала мы проводим определенные методики, чтобы все это было защита, все как положено, диагностики, все как положено. Нам просто, когда мы проводим сначала ауросканом, потом гипотерапией, больше понимания есть именно на почему он именно... Все верно. Все верно, да. Человек понимает причины и понимает свои ошибки, это самое главное. Если сделаны правильно выводы. И КПД от этого совсем другой, у человека настолько он светится. Он изнутри открывается и готов принять эти знания с благодарностью, которые вы им даете. Главное, давайте, дозированно, да. Благодаря вам. Благодарим школе. Да, благодарю. Благодарю вас, ребята. Хорошо, Арунас. Ну, здесь ответ уже как бы прозвучал. Следующий. Я тоже пас, ребята уже все сказали. Да, ребята все сказали, знания дали инструмент, а все остальное это набирание опыта. Жизнь изменилась кардинально, ну, не кардинально, так скажем, а появился более, как сказать, смысл в жизни. Помощь людям, избавление от этих сущностей, разъяснение людям, что творится вокруг нас, и не только в физическом плане, а в тонком плане. Как все выглядит на самом деле. Да, это как бы, ну, жизнь по-другому смысливается. Ну, ты тоже пришел к нам не пустое, у тебя свои знания были, свои наработки, ты развивался, ты чему-то учился. Да, я начал, у меня, как сказать, когда вы закончили с Вилмой у нас. Меньше года так. Меньше года. Да, да, да. Сейчас имеем свой канал, работаем, чистим людей. Приходят те, которые... А Руна живет в Литве, и поэтому на литовском языке для клиентов из Литвы он с удовольствием может провести сеансы, чтобы они понимали. Да, у нас есть сделанный весь материал на литовском, и мы работаем на литовском языке. Конечно, можно и на русском, есть канал тоже, но развивается литовский канал. Язык, как мы все понимаем, роли в нашей работе вообще никакой не играет. Как в общении сущности, как и в работе, как и в месте, где ты находишься, как и в месте, где находится клиент. Эти вещи для нас вообще никакой роли не играют. Они понимают любой язык. Как и архангелы, как и сущность. Да, но для обучения нужен русский язык, потому что мы даем четкие команды, если перегипнолог должен понимать. Один что говорит, а другой правильно выполнять это. Обучение у нас идет в разных парах. Все пробуют друг друга, как поработать, поэтому, соответственно, мы все должны говорить на каком-то общем знаменателе, иметь общий знаменатель на одном языке, говорить для того, чтобы хотя бы все прошли, получили свой опыт, все в группе. Продолжаю, пожалуйста, Ронус. Вы получили учителя? Да, мы получили учителя, группы, пары, так скажем. И для нас тоже это был сюрприз. И это был архангел Михаил. Поздравляем еще раз. И, как сказать, мы стараемся ему не мешать делать свою работу, но иногда приходится призывать за ответами, разъяснениями. И он с удовольствием помогает. Безусловно, это не генерал на свадьбе, который приходит и сидит во главе стола. Конечно. Но, соответственно, он рассчитывает и на самостоятельность вашей работы, на ваш рост. И в первую очередь, кто вы есть, что вы говорите, как вы живете, как вы внутри выглядите. Потому что мы все... Да, все зависит от того, как вы внутри сами себя чувствуете и о чем думаете. Куда фокусируете свою... Ты сам должен быть чистым для того, чтобы чистить других. Это важно. То, что я хотел сказать. Потому что... Без затыльников. Я в своем опыте имел немало подзатыльников. Это в начале моей работы от моего учителя, архангела Ханила. Соответственно, они все братья. Правила распространяются на всех. Что я хотел сказать, когда дается нашей... Это не первый случай, когда выпускники нашей школы получают учителя. Именно пара. Именно пара. Сложившаяся пара. Доказавшая пара в работе, что она в состоянии делать большие дела. Правильно понимает. Правильно реагирует. Правильно использует техники. Правильная мотивация. Тогда... С ростом приходит учитель. Иногда этим учителем может стать очень высокая какая-нибудь развитая душа. Иногда может быть архангел, как в этом случае. Архангел Михаил. Иногда это может быть Волх. Как тот, кто у нас с верой. Он курирует нашу группу. И он очень серьезный. Такой суровый. В отношении, если мы что-то неправильно делаем. То есть там никаких оскорблений нет. Но там говорится пару слов. И ты сразу понимаешь, что ты действительно сделал неправильно. И не надо больше таких разговоров иметь. То есть мы тоже получаем все даже на нашем уровне свой определенный опыт. И нас с верой очень радует, что наши выпускники получают таких высоких учителей, их группы. Аруна, сдабаи что-то? Нет, я надеюсь, что мы, как сказать, будем и дальше работать и оправдаем доверие. Это самое важное. Благодарю тебя. Юля. Ой, я подсоединяюсь ко всем. Германия, приветствуем. Да, все сказали прям на уровне души. Мы прям одно и то же говорим. Я вижу тоже рост внутренний. Через этот инструмент, что вы нам дали, я вижу мой внутренний рост, очищение, расширение. И чем больше я работаю над собой, над моими блоками, тело, конечно, оно немножко такое, ну, хромает, да? Тонкая копия намного легче. Дух сильный, но тело слабо. Но я пытаюсь. И самое главное, что я поняла, что вот этот инструмент... Да ладно, можешь после 10 вечера кушать, не беспокойся. Я тоже это поняла, да? Но самое главное, что я, например, сделала выводы сейчас для себя, что вот через этот инструмент я готовлю как свое тело и свой дух для того, чтобы пропускать канал, чистый канал. И этим каналам я даю пользу. Я даю пользу земле, я даю пользу себе, я даю пользу всем людям, кто ищет, да? И это самое главное, кто ищет, потому что когда ты слышишь эти слова, Господи, когда сходится информация, когда человеку стало легче, когда он избавился от алкоголизма, да? И просто это... Ну, я себе этого не могла никогда представить, что сейчас я ощущаю. Это как хорошо мой куратор проработал. Ты сама это делаешь. Веду меня сюда. Может быть, но я все-таки верю больше, что куратор меня хорошенько ведет. И, ну, это... Ну, описать это... Это очень трудно. И самое главное, что я поняла, что я нашла смысл именно проявлять себя в роли, как, да, женщины. Это немножко, как сказать, мы же ищем даже работу, где мы можем все равно как-то себя проявить. Не только мама, женщина и жена, да? Ну, и как-то еще по-другому. И тут я нахожу такой способ, да, ну, с этим инструментом просто я ничего другого не хочу делать. Это для меня прям, ну, мое, как они все говорят, предназначение, да? На сегодняшний момент это мое предназначение. Я с радостью, с улыбкой на губах погружаюсь. Для меня пять часов — это как два часа. Просто материальный мир потом хромает, да? Но я готова еще даже как-то, ну, еще больше и глубже с ним работать. И из-за этого я рекомендую всем, кто готов к новым технологиям. То есть мы видим, что мир меняется, и мы сейчас... Ну, вот этот инструмент до такой степени актуальны. Это, ну, это так радует. Ну, ты же слышала, когда кураторы говорят, что этих знаний не было раньше на Земле. Они даны буквально вот абсолютно недавно. Это, может быть, какие-то десятилетия. До этого все, в принципе, и жили в средних веках или единицами, или эти знания. Сейчас эти знания, причем эти технологии, которые вы регулярно получаете апдейты на них, потому что все меняется. Вот, то есть мы все находимся в одной группе. У нас две группы. У нас группа есть специально с апдейтами, где мы даем самые последние техники, именно вот которые на сегодняшний момент мы с чем-то столкнулись, получили какую-то новую технологию. И как ее правильно применять, эту информацию получают все наши выпускники. Мы все находимся в одной группе, где мы постоянно общаемся. То есть у нас обучение на окончании обучения не заканчивается ничего. У нас, наоборот, только начинается. Потому что тема. Мы не берем случайных людей в нашу школу. Здесь все должны показать действительно свой мотивированный какой-то интерес. Почему он это хочет? Зачем ему это нужно? И где он это применять будет? Где он это будет, в конце концов, применять? И для каких целей здесь очень важно. Потому что чистота помыслов у нас идет в первую очередь. Здесь невозможно никого обмануть в нашей работе. Вы знаете, что бы ты ни говорил, ты поднимешься наверх, и тебе сразу все, вот оно, написано. Точно так, как с каждой душой на земле. На лбу. На лбу написано, да. Влад, у нас три группы. Еще одна библиотека есть. А у нас есть еще одна библиотека, где мы собираем самые интересные книги именно по развитию. Да, и это для наших выпускников. Мы очень, так сказать, все продвигаемся, работаем дальше и в своем развитии, и в помощи тем, кто к нам обращается. Хорошо, Вера. Твоя очередь. Что тебе дало, Арго? Я Владиславу уступлю. Хорошо. Владислав, что тебе дали знания, полученные в школе? Мне много чего дали знания. У тебя жизнь изменилась, да? У самых стареньких здесь. У меня жизнь изменилась. Да, ты первый пришел, действительно, из всех. За два года снова иммиграция, только уже домой. Ну, мне нравится, мы делаем одно большое дело. Это потрясающие возможности для саморазвития, для помощи людям. Эти знания можно применять практически в каждую минуту в нашей обычной повседневной жизни. И, да, ребята уже много всего наговорили. Моя жизнь изменилась за два года, ну, очень сильно, скажем так. Ты появился, как вот Арунас, по-моему, сказал. Конечно, только в лучшую сторону. Появился смысл жизни, потому что когда-то бывает, наверное, у всех такое время, когда подходишь до определенного возраста и думаешь, ну, зачем? Зачем живем? Что делать дальше? Куда идти? А тут появляются Влад Веры со школой Арго, и жизнь приобретает совершенно другие краски. И возможности. И возможности. И бесконечное развитие для себя. смысл, цель. Как только ты думаешь, что для себя ты что-то добился, что-то там, где-то там остановился, как бац, что-то происходит, и показывает тебе, что там еще надо развиваться и развиваться, расти и расти еще. Для тебя много еще дорог. Ты в 21-м году пришел, по-моему, да? Еще к нам. Первый. Да, в 21-м, три года назад. Да, но сегодня ты уже поднимаешься со своей парой в Арго. И у вас куратор вашей группы Архангел Аниел. Нет, это у Любы, это ее друг и куратор личный, Архангел Аниель. А у нас есть куратор группы с английского мира, ее зовут Анна. Отлично. Она у нас куратор, помогает. И Архангел Аниел нам помогает в работе, естественно. Если у одного есть допуск в Арго, вы можете подниматься как пара, соответственно, когда вам крылья дали, если у кого не было. Мы вместе и по отдельности в Арго поднимаемся. Сколько вы сеансов уже провели за это время? Ой, я не считал. Профессионально. У тебя есть канал на Ютюбе? Да, есть канал. Я не считал. Я как посчитал, по-моему, три или четыре сотни сеансов, но это далеко не все. Все впереди еще. Достаточно. Ощущение такое, что все заняты своими делами, у всех все отлично, все в теме, все работают. Вот это такая у нас атмосфера. Рабочая, дружеская атмосфера. В такой атмосфере мы и работаем. Ну что ж, заключительные слова. Благодарю всех за ваше мнение, за то, что вы сегодня пришли, ответили на первый вопрос. И переходим ко второму вопросу. Здесь было отвечено много уже в целом. Хорошо, давайте сделаем следующее. Второй вопрос. Как изменилась ваша жизнь после окончания школы? И третий сразу, стоит ли обучаться в Аргу или нет? Но я думаю, третий вопрос, это каждый ответит сам для себя, кто смотрит это видео. Поэтому остановимся на втором вопросе. Я прошу прощения, пока не начали, мне просто нужно уже уйти, чтобы потом, не дай бог, никого не прерывал. Поэтому всех рад был увидеть, надеюсь, еще увидимся. И еще раз благодарю от нас, Любой, за школу, за знания, это бесценные знания. Во благо, развивайтесь, работайте. Большая вам благодарность. Увидимся в чате. Всего доброго. Благодарим, что пришел. Всех благ. С удовольствием. Итак, продолжаем. Как изменилась ваша жизнь после окончания школы? Так, ну, как изменилась? Ну, я счастлив. Действительно, больше сказать тут нечего. Я счастлив, что попал в эту школу и то, что вот эти знания и это развитие. Все-таки не стоишь на месте, растешь. Это очень круто. Просто вот действительно душа даже радуется. Я на физическом плане, ну и душа. А я люблю что-то изучать новое. То есть открываешь, изобретаешь, что-то придумываешь. Еще что-то идешь куда-то. То есть это очень круто. Отлично, благодарю. Мы тоже счастливы. Не, ну, если сияете прям. Ну, действительно, у нас двойное счастье. Потому что мы пара не только, да, на земном, но еще и на духовном плане мы тоже такая сильная довольно-таки пара. Ну, и с ангельского мира оба, конечно. И ангельские души, поэтому ощущения, ощущения, действительно, гармонии, счастья. Как поменялось жизнь вот с нашими знаниями из школы ОРГО. У меня медицинские показания очень сильно поменялись. Такую прям положительную сторону. И не только там касаемо, да, основного там заболевания, но еще как бы сопутствующих. И мне даже доктора спрашивают, а что вы делаете? Чем вы занимаетесь? Оставь их недоумение, они тебя не поймут. А я сказала, я медитирую. Просто медитируете? Я просто медитирую. Приседания, утреннее и вечернее приседания под 10 раз. Вот и все. Ну, действительно, были такие вопросы, потому что у меня были узлы на щитовидке. И как бы я наблюдалась, да, там. А тут пришла на контрольное обследование, они мне уменьшились в 2 раза. Поэтому это действительно... Нападут скорым. Работай дальше родными энергиями, конечно. С технологиями, которые вы предоставили нам. У нас в этом отношении есть возможность ее постоянно туда отправлять. У нас никто не болеет. У нас никто не болеет. Я погружаюсь постоянно. Я говорю, только смотри, ты меня следи, чтобы я не уснула. Потому что я просто растворяю. Отлично. В общем, поменялось кардинально все. На самом деле, в очень хорошую и положительную сторону мы счастливы. И со своей стороны мы делимся своим светом со всеми окружающими. С светом делите, свет и получите. Благодарю вас. Арунов. Обязательно приходите в эту школу. Не пожалейте. Те, кто готов. Те, кто готов. Те, кто чувствует, что они готовы, не приходите из любопытства. Из любопытства не надо ходить, потому что будет трудно, и вы не закончите эту школу. А те, кто знает, чего хочет и чего ищет, те найдет все ответы. Благодарю, Арунас. Юлия? Ну, я подсоединяюсь, конечно, ко всем. То же самое у меня все происходит так же. Единственное, что охота сказать, что, как Арунас сказала, что из любопытства правда не надо приходить, потому что эта работа, она, ну, не работа, это вообще, получается, стиль жизни меняется. И это твоя жизнь, она делится потом на до и после, и это надо, ну, четко понимать. Все, кто думает, что это просто так, ну, расширить свои, там, я не знаю, какие-то каналы и еще что-то, то это недостаточно. Это просто наша жизнь, и должна быть, и вся семья должна быть готова у нас. Ну, в моем случае все знают, ну, из моих близких, что я делаю, и все помогают, потому что иногда нужно просто как-то реагировать по-другому, как говорится, да, семья подключается, ну, сущности, конечно, не спят, да, и это, ну, надо четко понимать, куда идешь, что хочешь. Ну, и доверять, конечно. Сила должна внутренняя быть, желание и настрой. Человек, я еще скажу, что должен чуть-чуть подготовиться к трудностям, потому что трудности будут поначалу точно, но потом уже со временем, ты, наверное, уже даже или привыкаешь как-то уже, если на них не обращаешь внимания, и потом уже их понимаешь. Да, уже понимаешь. Ну, и так же ты растешь, то есть ты понимаешь, где твои слабые стороны, год назад они были слабые, а теперь у тебя уже их нет, потому что ты прошел эти трудности и идешь дальше. То есть дальше уже, конечно, будет легко, но поначалу, да, было сложно слегка, но когда ты понял, что ты уже вырос до какого-то, да, уровня и справился с теми сложными, ты, наоборот, радуешься этому, то, что ты смог это сделать, то есть ты прошел это, прошел эти преграды, и ты дальше начинаешь эти расти. И это видит все окружающие люди вокруг тебя, что ты явился моментально. Да, и духовно, энергетически они чувствуются. Да, идут совсем другие вибрации, совсем другие энергии. Приветствуем, Станислава. Всех приветствую. Рад, что я успел подключиться. Да, ты подключился реально на последние минуты. Напарница твоя ушла. Ну, давай, тогда сделаем следующее. И пройдемся вопросами по тебе. Что вам дали знания, полученные в школе? Это ко мне вопрос? Да. Все уже ответили. Я понял. Конкретно у меня жизнь поменялась в том плане, что с детства чувствовал, что мир не такой, как вообще он другой. А именно вот как за последний год, ну, наверное, даже добавлю к Андрею, что огромное удовлетворение от того, что ты справился. Тут много еще впереди, понятно, всяких нюансов, но изменения по жизни. Становишься более легким, более веришь в себя, как сказать. Справляешься с трудностями, скажем так, тех, от которых раньше пасовал бы или старался бы избежать. Сейчас идешь на пролом, и они сами растворяются, можно сказать так, потому что ты веришь в себя, веришь в свою цивилизацию. Можно сказать, ты понимаешь, что вокруг происходит, и, соответственно, можешь на это спокойно реагировать. Потому что нервы идут только... И взгляд на мир другой. Ну, конечно, меняется взгляд. Хорошо. И второй вопрос. Как изменилась твоя жизнь после окончания школы? Как изменилась? Ну, могу сказать так, что контора, где работа улучшилась, можно сказать так, условия работы, зарплаты улучшаются. Легче жить в плане... Да, она радуется. Жизнь радует сама. Вот просто выходишь на улицу, радуешь. Даже если дождик в окошко посмотрел, раньше вставать не хотелось. Сейчас встаешь легче. Дождью радуешься. Вот, правильно, жить хочется. Она вот изнутри идет. У меня такое, да. Вот прям действительно светешь. Да-да-да. И прям благодаришь все у всех, что вообще дышишь, что есть возможность развиваться. Ну, и ты научился самостоятельно решать многие проблемы в своей жизни или добиваться другими методами, да. Время, я имею в виду, что еще успел, что вовремя понял, что еще есть время развиться, принести что-то в этот мир. Да-да-да, что не просто так родился, как вот основная масса, допустим, живет, кто не хочет просыпаться. Ну, родился, пожил, что там, семья, дети, работа. И все, а дальше обратно на погост, и все. А что ты доделал? Ну, наследство накопил. Кому оно досталось? Детям. То есть это замкнутый круг, который... Дети подрасятся за него. Да, еще хуже бывает. То есть, да, здесь, когда духовно, она радуется от того, что ты видишь, что ты просто помогаешь. Вот покупаешь квас у бабульки в ларьке. Мелочи, мелочам радуются. Видишь мелочи. Да, поговорил, и люди на тебя, и они видят, они ощущают. Она улыбается, она грустная, тяжело, там, жарко ей стоит. Говорит, да ничего, ветерок там развеселил чуть-чуть, она уже радостная. Я бутылку взял, мне ничего не стоило, как у вас. Она стоит и довольна. Я обратно еду, она стоит и улыбается уже, не грустная. То есть даже вот в этих мелочах. Ты можешь светом делиться, если этот свет живет внутри тебя. Если он внутри тебя не живет, этот свет, соответственно, ты не можешь. Оно само получается, тут даже как-то и не специально. И люди это чувствуют, видят. Вот это и мне еще радостнее становится. Значит, не зря родился, не зря живу. Благодарю. И Валерия. Да, теперь ты осталась единственная, кто не ответила на вопросы. Что вам дали знания, полученные в школе? Как изменилась ваша жизнь после окончания школы? Ну, жизнь меняется кардинально, конечно, с этими знаниями. И я пришла в школу сюда как клиент изначально. А потом, после чистки, я поняла, у меня какой-то был внутренний зов, чтобы идти обучаться этим знаниям. Познать новые инструменты, которые можно было бы применять в обычной жизни. Полноценно помогать своим родным и близким. Вот так вот и мой путь начался в этой школе. Ну, добавь, что о себе много еще узнала. Ну, о себе это... Да, я ко всем присоединяюсь, своим коллегам, которые рассказывали, что действительно знания приходят по готовности. Они не так быстро, что раз ты обучился в школе, тебе все открылось. Нет, это уже приходит по развитию. Нужно развиваться. В первую очередь, люди должны понимать, что все зависит от них. И как они будут пользоваться этими инструментами, этими знаниями, которые предоставляет школа Арго, это уже зависит от них. И насколько они будут продвигать себя, свое саморазвитием заниматься, и тем тогда больше им будут идти информации. Как работать с собой, как работать с пространством, как работать с людьми, с клиентами, с коллегами. И тогда открываются определенные потоки информационные, которые помогают тебе дальше двигаться вперед, несмотря ни на какие препятствия в жизни, преграды. Ты все равно двигаешься вперед. Потому что ты знаешь, какие знания у тебя есть, и какие силы за тобой стоят. Точно так, как и все, которые здесь присутствуют, все имеют за собой определенные силы, определенные знания. И эти силы – это их цивилизации. Они всегда поддерживают нас. И нужно помнить о том, что мы не один. С нами всегда наши родные и близкие, наши кураторы, наши цивилизации, которые за нас беспокоятся, нас ведут и помогают преодолевать разные препятствия. Замечательные слова. Благодарю тебя, Валерия. Ну что ж, Вера, я думаю, все вопросы отвечены. Я могу еще добавить. Иначе поблагодарите, ребята. Можно добавлю, а потом это, знаете, еще, что люди, которые вот сюда мы пришли, мы даже вот между коллегами общаемся, да, и мы тоже какую-то информацию между собой делимся, и мы поднимаемся даже как-то интереснее, общий интерес есть. Можем разговаривать долго там, да, вот мы со Стасом один раз вообще четыре часа отболтали просто о каких-то там те знания, делились. Интересно, это и телефон ложишь, тебя аж колбасит от этих вибраций, как мы обмениваемся, то есть аж тебе так приятно. Так со всеми. Мы с Лерой тоже вот пообщались, да, там какой-то тоже часа, наверное, два-три, и все. И мы положили трубку, я пошел на улицу, потому что у меня энергия колбасит немножко, потому что это приятно, это круто, это радостно, ты вообще так справишься. Вы говорите на одном языке, вы знаете, я хотела поблагодарить, что вы не только ученики. Что вы наши коллеги, я очень рада, что вы вообще есть. И потому, когда я говорю, что я просыпаюсь утром и жить хочется, я знаю, что вы есть, и вам тоже хочется жить, и вокруг вас идут правильные светлые энергии, как ты сказал, светлячки. Я знаю, что вы выберете правильную дорогу. Все-таки здесь не будет какой-то эмоций, гордости, гордыни, да, каких-то таких вещей, которые вы будете нести, да, вы будете все равно исправлять это внутри. Благодаря тому, что мы все вместе, я так считаю. Вот за это я вас благодарю, что вы есть. А мы благодарим за то, что вы есть, дарим такие знания и даете такие инструменты. Ну, от чистого сердца благодарность. Ну, вот эти ощущения, что мы такая большая семья, и вот эта вот связь, это нереально, и это чувствуется. Это не объяснить словами. И не объяснить словами. Да, язык так ограничен нас, что даже мы не можем это чувствовать передать, действительно. Да, земными словами никогда есть земных слов. Это точно. Как видите, ученики, учителя всегда рядом, мы учимся у них, они учатся у нас. В диалоге мы всегда остаемся, у нас прямая связь. Мы не та школа, которую закончили, до свидания, чтобы вас не видели. Это называется «Поговорить по душам». Мы можем это сделать в своем-то общей комьюнице, как сказать, в школе. Мы обмениваемся опытом, обмениваемся видео, мы смотрим видео друг друга, наблюдаем, как пары растут в своей работе. В общем, если кто-то чувствует себя тем, что ему обязательно надо попасть в нашу школу, и не случайно, не из любопытства, добро пожаловать. Еще есть пару мест. Занятие начинается с 1 октября, еще есть месяц, целый сентябрь. Поэтому у кого есть пару мест еще свободные, добро пожаловать. Именно ты приходишь. Я? Я уже как круто. Кто я? Кто? Субтитры создавал DimaTorzok